Добрый день! Мы приветствуем посетителей сайта РБК и журналистов, собравшихся в пресс-центре медиахолдинга. Сегодня будем говорить об интернационализации российских вузов, о том, как добиться признания отечественным университетом на глобальном рынке высшего образования и, безусловно, о предстоящей приемной кампании. Я приветствую нашего гостя, ректора МГИМО-академика Российской Академии Наук, доктора политических наук Анатолия Васильевича Старкунова. Добрый день! Доброе утро! У нашей интернет-аудитории журналистам будет возможность задать вопросы нашему спикеру сразу после нашей вступительной части. Но мы начнем, и, безусловно, мой первый вопрос, он касается вашего вуза. Скажите, Анатолий Васильевич, насколько сложно удерживать на протяжении десятилетий статус самого престижного вуза страны? Ну, это условный статус. Понятно. У нас много престижных вузов в России, хороших вузов. Я бы сказал, одного из престижных и хороших вузов, и не плохих вузов, будем скромнее. Я думаю, что здесь несколько причин существует, почему нам удается быть на плаву и развиваться достаточно динамично. Прежде всего, конечно, это основа, фундамент, который был заложен отцами основателя университета. Ведь университет вышел из МГУ, и очень многие известнейшие профессора, академики, которые трудились долгие годы в МГУ, начиная с далиционного периода, такие, как положено. Илья Ильич Тарли, работали затем в МГИМО, возглавляли кафедры. И они заложили просто школу, школу истории международных отношений, школу международного права, школу конституционного права. В МГИМО работали прекрасные специалисты, которые заложили слово в школу политологии, не только МГИМО, но и российский, достаточно назвать, профессор Розумович, который многие его ученики, где бы они ни были, ни работали, до сих пор вспоминают с огромной благодарностью. И, конечно же, языковые школы. Ведь наши языковые школы имеют традиции, которые корнями уходят в XIX век. В 1815 году было создано Лазаревское училище, которое опекал император Александр I, где впервые на системной основе стали преподаваться восточные языки. И мы в свое время унаследовали все, что сумел достичь Лазаревское училище. Я имею в виду учебники, и библиотека Лазаревского училища у нас находится, и преподаватели иностранных языков, многие из которых впервые стали преподаваться в России, даже в Советском Союзе. Например, после войны в Институте Востоковедения, как тогда называлось, Лазаревское училище, ставшие потом частью МГИМО, начали преподавать корейский язык. Я сам корейский, поэтому это хорошо историю знаю. И мой преподаватель Валентин Николаевич, к сожалению, уже покойный. Была в этой группе, первой группе, ребят, которые в послевоенный период начали изучать корейский язык. Я имею в виду изучать уже как университетские студенты. Впервые у нас на системной основе стали учаться греческий язык, ну и многие другие. Поэтому, конечно, эти традиции сохранения школы, они исключительно важны. Набор дисциплин, предметов мы очень серьезно расширили. В последние 15-20 лет сегодня у нас довольно широкая специализация студентов. Существует уже более двух десятков направлений магистратуры. Есть, естественно, научная специальность, чего никогда у нас не было, поскольку мы гуманитарно. Всегда считались университетами. Сегодня у нас есть экология, так что в институте преподается и химия, и биология, и физика. И вот вся эта совокупность, и главный, конечно, прекрасный коллектив профессоров и преподавателей позволяет сохранять достаточно высокое качество, которое подтверждено и на международном уровне. Спасибо. Анатолий Васильевич, почему Вы считаете, что именно на данном историческом этапе особенно актуально говорить об интернационализации больших учебных заведений в России? Дело в том, что сегодня образование стало совершенно интернациональным. Ну, Вы знаете, три населения Земли имеют доступ к интернету. И вообще парадоксально, что почти половина населения имеет возможность пользоваться мобильными телефонами. Даже в тех странах, где доход на душу в день составляет от доллара до трех. И естественно, что доступ к интернету совершенно расширяет возможности для человека, где он не находился, его доступ к образованию. И в связи с этим возникают мощнейшие образовательные сети. Очень насыщенные, большие интернациональные программы образования. Лидером, положим, в интернет-образовании являются Гарвардский университет, а также Массачусетский технологический институт, но и многие другие. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство связано с тем, что сегодня вузы действуют, в какой бы стране они ни находились, они действуют в режиме конкуренции и взаимодействия с университетским сообществом мировым. Мы сегодня говорим, что у нас конкуренция в России между вузами усиливается, в том числе из-за хороших абитуриентов. Но мы прекрасно понимаем, что сегодня мы конкурируем далеко не только между собой, но мы конкурируем с уребежными вузами. В том числе и с вузами, где образование стоит достаточно дорого, американскими, британскими. Но и с центральноевропейскими, восточноевропейскими вузами, где образование практически бесплатно для хороших абитуриентов и куда их пытаются максимально привлечь. Более того, сегодня идет гонка за хорошими абитуриентами, платежеспособными абитуриентами в мире. У меня вчера был руководитель французского филиала гарвардской бизнес-школы, который просто путешествует по Москве и по другим городам, собирая контингент обучающихся, встречаясь с компаниями, которые могли бы поехать не в Гарвард, а поехать во Францию в этот филиал и обучаться в гарвардской школе бизнес, которая безумно к тому же дорога. Но дает, естественно, очень высокое качество это образование в области бизнеса. Но это имеется уже в виду, конечно, после узорской образования, после первого высшего образования. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что российская высшая школа при всех ее замечательных национальных традициях, при том опыте, который был накоплен, она развивается и сегодня выносится совершенно в системе координат. Взаимодействие с общим мировым университетским образовательным пространством. И важно это не просто понимать, но и действовать в таком духе. А что значит действовать в таком духе? Это развивать многоплановые связи с зарубежными вузами, создавать сетевые университеты. Кстати говоря, у нас есть неплохой опыт в этой области. У нас существует сетевой университет стран Содружества СНГ, в котором мы тоже принимаем активное участие, и где обучаются студенты из стран СНГ. То есть они обучаются в магистратурах, получив базовое образование в своем области, в Казахстане, Кыргызстане или Белоруссии. Затем они обучаются в магистратуре здесь у нас, у нас, в РУДН, в МГУ, в других университетах. Есть такой же университет ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, где тоже мы работаем на паритетных началах с китайскими университетами, с казахстанскими университетами. И мне кажется, что это очень перспективная форма, она будет, несомненно, развиваться. Я уверен, и, кстати говоря, выступаю очень серьезным энтузиастом в этом смысле, создание Евразийского университета, которое мог бы готовить специалистов, в том числе и в области интеграции для стран Евразийского союза. И это один из путей для такого рода интернационализации. Второе очень важное направление, это, конечно, создание двухсторонних или многосторонних программ зарубежного университета. И не просто программа обмена, это уже давно пройденный этап, а образовательная программа. У нас на сегодняшний день больше десяти совместных магических программ с ведущими университетами Европы. Сейчас работаем над такой программой с Китаем. Речь идет о том, что выпускники программ бакалавриата, то есть после четырех лет, обучаются в магистратуре, но в магистратуре сразу двух, а иногда и трех университетов, проводя время как в Москве, у нас в университете, так и затем и в братских, партнерских университетах, получая по итогам два диплома. Это нужно отнюдь не для того, чтобы бумажку получить, диплом, хотя, конечно, если это хороший университет, я имею в виду и наши, и зарубежные, то это тоже весомо для любого. И бумажка ценная. Она нужна. Бумажка – это свидетельство о том, что ты получил это образование. Иногда странно, когда некоторые, кстати говоря, не получившие такого рода образования хорошего, говорят, ну, диплом, что это бумажку. Сейчас гоняться за этой бумажкой. Бумажка – это свидетельство знаний ваших полученных. Бумажку, кстати, не так просто получить. Я вот в этом году 170 человек отчистил из института. Так что для того, чтобы эту бумажку получить, надо еще постараться как следует. И каждый год, вот сейчас начинаются ГОСы, 20-30 человек эти ГОСы не могут сдать. И потом все это задают через год только. Так что это не бумажка, это государственное свидетельство о том, что человек получил образование, и с соответствующим уровнем компетенции он обладает. Даже самый слабый выпускник. Она сильный, у них вопроса нет. Они блестяще работают и имеют массу предложений от работодателей. Но я к тому говорю, что когда человек приобщается сразу к двум школам национального образования, получает двойное образование и в российском и зарубежном ВУЗе, то повышается его, как теперь любит говорить, капитализация. И более того, конечно, для языка это фантастически полезно. Потому что свободно начинает говорить не только по-классному, но и по-классному смысле, как ученический, но и свободно говорить на любые профессиональные темы, поскольку он просто диплом должен защищать. И думать. И думать, отвечать на вопросы и так далее. И мы эти программы очень бурно развиваем. Вот только в этом году мы открываем новую программу с прекрасным британским университетом Санкт-Эндрюс в Шотландии, который, кстати говоря, окончили очень многие замечательные и известные британцы и люди из-за рубежа, из других стран. Сейчас мы ведем переговоры с Риджент-Колледж в Лондоне об открытии такого рода двойной программы. А так у нас программы с... И не обязательно, понимаете, гнаться за самыми лучшими вузами. Хотя, конечно, не надо идти на сотрудничество, поскольку это может даже понизить ваш уровень сотрудничества совсем второстепенной или третьестепенной вузами. Но есть чудесные университеты в Европе, которые, может, на весь мир неизвестны, но они очень специальны и высокопрофессиональны. Вот у нас программа совместно идет с Анверским университетом «Буду», который специализируется на подготовке специалистов для энергетики. Это, я считаю, один из лучших в мире специальных университетов, которые этим называются. Англоязычные, кстати, программы там на английском языке. И у нас и магистская программа, и программа МБИ, совместная с ним, то есть обучающиеся там, представители наших нефтяных компаний получают диплом этого норвежского университета и знакомятся в Норвегии, в том числе, бывая, так сказать, и на производстве, поскольку университет крупнейшей норвежской и вообще мировой компанией опекается статуилом, знакомятся с опытом зарубежным. Ну и для магистров довольно большая магистратура, это исключительно полезно. Сегодня, я еще раз хочу сказать, важно не только с европейскими и американскими вузами сотрудничества, мы ведем разговоры, я надеюсь, если не в этом году, то в следующем, окременно, наконец, совместную магистратуру с Пекинским университетом экономики. Ведем мы такие же разговоры с Токийским университетом достранных языков и международных отношений. И, конечно, есть возможность подумать и о филиальной сети, но это всегда очень трудоемкое, главное, что очень ответственное дело. И филиалы могут быть и в странах СНГ, и образовательные центры могут быть и в европейских странах, в Швейцарии, в Англии. Такие вопросы тоже прорабатываются, но еще раз хочу сказать, здесь очень важно нести ответственность за качество образования, если такие центры открывать. Но мы над этим тоже работаем, но будем делать это неспешно, с тем, чтобы хорошо к этому делу подготовиться. Но вы посмотрите, что делается сейчас нашими зарубежными конкурентами и партнерами одновременно. Практически каждый крупный американский университет имеет свой центр, например, в странах Азии. Вот тот же уже упомянутый мной школа бизнеса Гарварда имеет. В Сингапуре, в Сеуле, в Бомбее, который сегодня Мумбай, в свои филиалы и работает там. И не только это, я так сказать, но я уже упоминал французский этот филиал. То есть вы видите, что это такой общий тренд, и от него никуда не деться. И мы, конечно, российские вузы должны активно в этих процессах участвовать. Анатолий Васильевич, говоря об интернационализации, понятно, вы обращаетесь постоянно к практике своего вуза. Хотелось бы от вас услышать оценку нынешнего уровня интернационализации в целом вузов России, экспертную точку трения. Если говорить о московских вузах, то очень многие в этом процессе активно участвуют. Но, естественно, наши ведущие вузы, такие как московские государства, высшие школы экономики, технические вузы, МВТУ, который всегда считался, в общем, работающим главным образом на рынок российский кадров, сегодня имеет массу программ, по-моему, англоязычных. Тот же МИСИС, ректор которого стал министром... Об этом мы поговорим обязательно. Очень активно. Я не говорю уже о РУДН, вы знаете, что у РУДН очень много программ магистрских совместно с другими вузами, и программ не только на английском языке, они, кстати говоря, я считаю, в этом деле пионеры. Ну, понятно, они создавались, РУДН, как вуз международный для подготовки, оказания помощи подготовке зарубежным странам. У них и на испанском есть программы, что, конечно, требует немало усилий. И мы, кстати, вместе с РУДН, РГГУ, университетом Северным в прошлом году и еще с рядом университетом участвовали в конкурсе на премию правительства России именно в области интернационализации высшего образования. Ее получили. Так что это тоже свидетельство о признании правительством, что наши усилия по интернационализации, причем там вузы отнюдь не только московские, там был Петрозаводский университет, а Северный университет, как я уже говорил, который был в Архангельске. И это свидетельство того, что и правительство признает, что эти усилия не напрасны, и они ведут к практическим результатам. Ну, конечно, отнюдь не все вузы могут сегодня активно в этом участвовать. Вы знаете, здесь еще есть проблемы, связанные с языком барьером. У нас ведь долгие годы язык преподавался кое-как везде, и в университетах все прекрасно. Это знают старшие поколения, кто даже очень хороший университет заканчивал. Но, естественно, факультеты, даже в МГУ, у меня, положим, там, многие мои друзья, я пошел в МГИМО, они пошли на ПИСФАК, в МФТИ, в МИФИ. И были чудесные ребята, но с большими трудностями столкнулись потом, в смысле языка. Ну, когда стали адаптироваться уже к современным условиям, то есть дополнительные усилия, немалые трафили для того, чтобы совершенствовать свой иностранный язык. И, конечно, многие немосковские вузы с этой проблемой сталкиваются, то, что все эти обмены сегодня, они возможны только в том случае, если доцент, профессор, нашу свободу читает, ну, относительно хотя бы, что он читает на иностранном языке лекцию, проводит семинар, потому что реферировать работу, подготовленную зарубежным студентам, и подготовить нашего студента, главное, к тому, чтобы тут на языке осваивал материал. Но я думаю, что это вопрос времени, потому что мы знаем, какой гигантский рывок совершен за последние годы в этом смысле. Представьте себе Москву 20 лет тому назад, когда вы задаете вопрос, будьте иностранцем, как пройти Мавзолею, и сегодня сразу, так сказать, толпа людей вам подойдет помочь, и на приличном английском языке объяснит, как пройти библиотеку. А тогда это была большая проблема, я прекрасно помню это время. Так что здесь достижения, несомненно, очень серьезные. Я думаю, что это все, ну, еще 5-6 лет, и, в общем, мы будем, как говорится, на уровне, в больших городах, во всяком случае, будем на уровне европейских городов, где тоже чуть не все владеют чужими языками, но, во всяком случае, объясниться могут. Ну, знание языка, в общем-то, начинается со школы даже, не с университета, так ведь, согласитесь? Конечно, сомненно. Анатолий Васильевич, на ваш взгляд, нужна ли России национальная стратегия интернационализации высшего образования? Конечно, нужна. Мы же развиваемся в рамках глобальной экономики, все время об этом говорим, мы прекрасно знаем, что любые колебания в этой глобальной экономике сказываются на нашей с вами жизни, в том числе не только страны, но и каждого из нас. И острое это чувство, когда цены половины на нефть падают, или когда какие-то проблемы с рублем возникают. Так что, в рамках этого глобального развития, не теряя, конечно, своих национальных традиций, мы должны чувствовать себя частью международного образовательного пространства и, следовательно, иметь и стратегию. Но, понимаете, мне всегда эти слова очень пугают. Стратегия, потому что зачастую за такими стратегиями пустота. Поэтому мне кажется, что лучше всего какие-то предметные совершенно и конкретные задачи определить в этой области и этим задачам следовать. Не высокие лозунги их формулировать, а совершенно конкретные задачи, которые надо ставить перед ВУЗом. В зависимости, конечно, от той исходной точки, на которой тот или иной ВУЗ или тот или иной регион в смысле образования находится. Спасибо. Уважаемые коллеги, Вы можете присоединиться к нашему разговору, задать свои вопросы. Но, прежде еще один вопрос, который я задам нашему гостю. Анатолий Васильевич, насколько, на Ваш взгляд, объективны международные рейтинги ВУЗов? Как Вы к ним относитесь? Ну, у нас в последнее время так много их критиковали, поскольку там мы выглядим не очень позитивно. И звучат призывы «давайте свои рейтинги создания». Ну, давайте свои велосипеды создания. Это тоже возможно. Может быть, он будет не двухколесный, а восьмиколесный. Но я считаю, что, конечно, национальные рейтинги – это тоже нормально. Но, в принципе, конечно, международные рейтинги достаточно объективны. Просто с рейтинговыми агентствами надо работать. То есть, давать им информацию, во-первых, полную о ВУЗах. Это раз. Во-вторых, естественно, что мы попадем в эти рейтинги, в верхние строчки. Вот как сейчас стоит и президент, наш Владимир Владимирович Путин и премьер, об этом говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Задача там попасть пяти, по крайней мере, ВУЗам в первые сто. Ну, имеется в виду рейтинг, как я понимаю, Times или QS, два ведущих европейских рейтингов. Эта задача вполне реализуемая. Но, помимо, собственно, качества национального образования, очень важно, чтобы мы участвовали в интернациональной академической жизни. А что это значит? Это цитируемость по скопусу или по Web of Science, двум показателям. цитируемость наших ученых. Она очень низка сегодня. По понятным причинам. Потому что еще есть, естественно, научные специалисты, они публикуются там в журналах физических. И более того, их ищут эти журналы, чтобы публиковать их в материале. Что касается специалистов в области экономики, гуманитарных областей, то показатели их весьма низкие. И вообще, даже к стыду, надо признать, что даже у наших известных ученых, даже имеющих неплохой международный профиль, мало публикаций. А это, кстати, к себе отношу. Хотя у меня есть книги, изданные за рубежом, и немало. Но вот то, что идет по Web of Science и по скопусу, это статьи в журналах рецензируем. А мы как-то просто не занимались этим, понимаете? Вопрос не в том, что у нас нечего увлекать. Не занимались этим, но не читали это особенно нужным. Это задача, которую сейчас важно поставить в рамках, извините за грубое слово, стратегии интернационализации. И я думаю, что эта задача вполне решаемая. Но свой профессорско-преподавательский закон вы уже ориентируете на это? Да. Более того, я не только ориентирую, мы за каждую публикацию такого рода журнала будем вознаграждать неприлично преподавателей с тем, чтобы создать и фонд такой мотивационный для этой работы. Это тоже, я считаю, нормально. Второе, это, конечно, наличие и пребывание в постоянном штате иностранных профессоров. Рейтинги, что ТАНС, что КВЕС, засчитывают в качестве иностранных профессоров только те, кто проведет в УЗЕ не меньше трех месяцев. У нас, например, в УЗЕ иностранные профессоры, вот сейчас пройдете по коридорам, вы несколько человек встретите, но все они приезжают на очень короткий срок, для того, чтобы подсчитать какой-то курс или даже одну лекцию и уехать. Три месяца, значит, это предполагает, что надо человеку обеспечить приличное жилье, достаточно высокое, ну, во всяком случае, соизмеримое с тем, что он получает в Европе или в США или в Японии зарплату. Ну и сопровождение, потому что, ну, в Москве не сразу легко освоится. То есть, это, конечно, огромные усилия. Но вот сейчас, вы знаете, правительство выделяет на это средство, правда, далеко не всем университетам и ничего не имеет. Но мы эту работу ведем, и у нас уже в будущем году, помимо той большой прияды иностранных профессоров, которые по разным линиям приезжают и читают лекции, выступают, будет как минимум четыре в год профессор, которые будут работать по семейству. То есть, речь идет о том, чтобы эти профессора не просто прочитывали курс, но и начинали воспитывать своих учеников и молодежи, ну, в том случае, если они заслуживают того, чтобы учеников воспитывать. Это очень важный показатель, потому что, когда мы говорим, а у нас 200 профессоров были за, они говорят, а сколько они были по сроку? Ну, там две недели, три. Нет, это мы не учитываем. Это только если они были в семестр. А вы посмотрите любой европейский университет. Вот я, например, член Международного Совета Свободного Университета Берлина, одного из лучших в Европе. Я помню, сейчас рейтинг 17-й, что ли, в мире. Ну, высокий уже рейтинг. Вот у меня был на днях лектор этого университета, у нас с ним партнерский, совместная программа, кстати говоря, магистрская. И я еще член, уже много лет, член Международного Совета. У них такой совет есть, академический, куда входят ректоры, ведущих вузов мировых, политеха, швейцарского, цюрисского, который вообще входит в пятерку или семерку лучших вузов мира, с Янспо французского, ну, хороших, короче говоря, вузов. Так вот, Свободный Университет Берлина, он мне рассказал, имеет в своем штате четверть профессоров, не немцев. То есть, это американцы, это европейцы из других стран. Но у них и традиции другие, у них миграция, это бесконечная, понимаете, из страны в страну. А профессор, он пять лет в Бельгии проработал, потом он во Франции работает, потом он в Германии работает, тем более они все многоязычные, там, те же бельгийцы, они как минимум двуязычные, и немцы стали в значительной степени профессора, в всех случаях, двуязычные, но в меньшей степени французы, когда там тоже в этой области серьезное движение есть. И можем мы себе позволить 25%? Да нет, конечно, просто по финансовому соображению это не можем позволить. Мы же должны им зарплату-то другую платить. Жилье обеспечить, у нас жилье в Москве, вы знаете прекрасно, сколько стоит, чтобы квартиру снять. И в этом смысле мы будем пока что отставать, конечно же. Ну, значит, надо посмотреть, где мы по другим направлениям можем наверстать. Вот еще раз опять такие международные цитирования, соотношение профессоров и студентов, международная аккредитация наших программ. Мы, кстати, с осени начинаем проводить такую международную аккредитацию через западно-германское, простите, через, по старинке, через немецкое агентство, через немецкое агентство аккредитационное, ЗИВА, то есть это международная аккредитация. Вот такого рода вещи, конечно, вузам надо делать. И, конечно, один из важных показателей это наличие иностранных студентов. У нас пятая часть студентов это иностранцы. Это хороший показатель. Ну, важно, конечно, чтобы и широкое представительство стран было, чтобы не из одной, положим, страны были, а из разных стран, разных континентов. В Вашем вузе представительство скольких стран? Сейчас около 50 студентов. Ну, откуда-то больше, откуда-то там совсем немного, но точки есть и, положим, там из Таиланда, из Южной Кореи много, из Китая, из Японии, из Центральной и Восточной Европы. Есть и из США. Не могу сказать, что много, но есть Израиль, Греция. Так что это тоже самый показатель неплохой, что люди едут. И едут, кстати, дети соотечественников наших, которые живут за рубежом, которые считают, что надо дать российское образование своим детям, поскольку сами получили в свое время российское образование. Это вот тоже одна из привлечений детей соотечественников. Это тоже стратегия интернационализации, потому что они, возвращаясь в страны, граждане, которых они являются сегодня, будут способствовать развитию отношений с Российской Федерацией. Несомненно. Потому что, вы сами знаете, студенческие годы – это самые эмоциональные годы, и они привязывают к стране, городу, в котором учились на долгие годы. Вот мы позавчера вручали, в понедельник вручали звание почетного доктора, руководителя Международной гражданской службы. Это служба ООН, вся гражданка, кадры все ооновские. Он их кончил в МЭСИ. Сам он из Сьерра Леона, Кингстон Роудс. Очень симпатичный. Я его давно знаю, поскольку я в свое время входил в комиссию по реорганизации этой службы. Но не как ректора, просто он индивидуально, в своем персональном качестве. И, естественно, он до сих пор прекрасный, как по-русски, хотя он в России бывает довольно редко. И я спросил его жену, которая не заканчивала российские университеты. Я говорю, а по-русски он говорит? Он говорит, да. Когда они собираются, бывшие студенты, которые учились в России, где-то там на пати разные, то они говорят между собой по-русски. И даже песни иногда поют русские. Прошло уж лет-то 40, а человек до сих пор в Москву любит, вспоминает Россию. Хотя приехал из далекой Африки, из Сьерра-Леона. Спасибо, Анатолий Васильевич. Ну вот наша интернет-аудитория накануне задавала вопросы и сейчас смотрит и задает вопросы. Есть вопросы и по вашему ВУЗу, и вопросы политического характера. С каких начнем? С ВУЗовских? Или с политических? Как говорила известная тетушка Ивана Сергеевича, из романа Булгакова, театральный роман. Мы против власти не бунтуем. Это мы не будем бунтовать, конечно. Мы будем просто комментировать. Алексей Тарасенко, город Москва, спрашивает. МГИМО считается ВУЗом для детей хорошо обеспеченных родителей. Как вы думаете, почему сложилось такое мнение? Дело в том, что, конечно, дети совершенно разные. У нас больше 50% это ребята вообще не москвичи. И зачастую из самых дальних мест. Я вчера встретил одного своего коллегу, нашего хозяйственного работника. Я говорю, а где был? Он говорит, был в Иркутске. Я говорю, а что там дело в Иркутске? А вот там есть рабочий поселок 200 километров от Иркутска. И там живет семья жениха моей дочери. Я говорю, а что? Он у нас учится в магистратуре, этот жених. Я говорю, ну как интересно, а что как-то родители? Ну нет, родители там на предприятии, на заводе работают. Но, говорит, он поехал за своей сестрой, поскольку до этого институт окончила сестра к нам учиться. И я когда смотрю анкеты ребят, поступающих, ну там совершенно огромное разнообразие мест, их проживания и социального статуса из разных семей. Но, конечно, много есть из семей достаточно благополучно. Ну, во-первых, у нас же есть платные места, почти половина. Естественно, если нет денег, то ты на эти места не постой заезжаешь. Из учебы надо платить, корректирование у нас пока развито. Плохо, хотя у нас почти 100 человек учится, даже, наверное, побольше, которые получили кредиты. И сейчас, кстати говоря, даже вот в интернете я вижу, много предложений для студентов, поступающих к нам о предоставлении кредитов разных банковских. И мы эту практику одни из первых матчей. У нас было всего 3 или 4 УЗа в Москве, которые начали с банками сотрудничать в плане предоставления кредитов. Но, конечно, большинство это тебе за кого родители платят. То есть это достаточно обеспеченные семьи. Их, кстати говоря, таких семей все больше, которые готовы за детей, за обучение их заплатить деньги. Поэтому разные дети. Есть, ну, конечно, еще все это связано с тем, что, положим, все-таки есть дополнительный экзамен иностранный язык. Значит, к нему тоже надо подготовиться. Где-то в школе хорошо готовят, где-то нет. Значит, занимаются дополнительно как-то с учителями. Ну, я бы не стал абсолютизировать, тем более, что у нас все-таки есть и сегодня, хоть пока и не очень мощный, но есть и средний класс, который заинтересован хорошим образованием. И это нормально. Я вообще за то, чтобы лучше, если когда речь идет о платном образовании, я совершенно не являюсь его энтузиастом, но такова реальность сегодняшнего дня. Так пусть лучше родители, имеющие возможности и деньги. Детей в российских вузах учат. Они отправляют десятками тысяч в Британию и за рубеж, где платят гораздо больше, иногда в тридстепенных вузах. Эти деньги остаются в британском образовании, а не поступают в российские, которые так нуждаются в финансовой поддержке. Спасибо. Каково, по вашим прогнозам, будет в этом году соотношение столичной молодежи и представителей регионов? У нас это традиционно. Понимаете, здесь проблема одна. Из регионов приезжают классные ребята, замечательные ребята. И приезжали раньше. Ну, кстати говоря, даже в советское время, поскольку были соответствующие решения партии правительства, студенты не из Москвы составляли почти половину. Почти половину составляли служившие в армии. Даже когда я учился, четвертая часть, это ребята были служившие в армии и предшедшие, кстати говоря, 1 сентября в военной форме. Хотя... легендировалось все таким образом. Ну, общественное сознание оно всегда немножечко, как говорится, не целиком отражает. Есть и мифы какие-то, что вот там, значит, дети дипломатов только. Ну, вот я бы говорил, четверть тогда пришли в военной форме. И старше нас были, к сожалению, уже некоторых и нет. Ушли уже из жизни. Тем более, что многие на довольно тяжелой работе работали. По окончании в африканских странах с тяжелым клипом в Южной Азии. Ну, это другой вопрос уже. Я думаю, что приблизительно будет та же ситуация, как обычно. Чуть больше половины будут не москвичи. В чем проблема? Меня эти ребята только радуют. И чем больше, тем лучше. Но проблема в общежитиях. Общежития-то нет. И мы каждый год устраиваем, ну, в общем, довольно такую неприглядную картину. Закрываем спортивный зал в общежитии. Закрываем там столовую, ну, которая отдельно у нас, правда, от блока приготовления для того, чтобы разместить абитуриентов, а потом и студентов в первый курс. Пока идет процесс их устраивания на местах. Ну, пока уедут те, кто кончил институт. Пока кто-то найдет себе более-менее доступное жилье, там, снимет квартиру на несколько человек. У нас в общежитии, у нас нет в общежитиях ни гастарбайтеров, ни сданных помещений кому-то. Все у нас, была наша типография в общежитии, но и то мы сейчас в подвал перевели здание и освободили 30 мест. Сейчас главный залет отремонтирует на эти деньги эти комнаты, чтобы там 35 человек еще дополнительно можно было разместить. Четыре общежития, битком забиты. Сейчас вот мы надеемся все-таки на помощь правительства, в смысле строительства нового общежития, что позволило бы нам принимать больше ребят. Мы их и так принимаем. Просто вопрос в том, как они потом, в каких условиях живут и учатся из других городов. И второе, увеличить экспорт образовательных услуг, то есть принимать гораздо больше иностранцев. Потому что мы принимаем гораздо меньше, чем к нам обращаются. И более того, практически не ведем рекламную работу за рубежом. А что от того, что мы их вытащим? А где они жить будут? А далеко, во-первых, не все могут жить в городе. Ну, по разным причинам. Точно, правда, причины безопасности. Пока еще вы знаете, что у нас, к сожалению, есть проявление ксенофобии. Вот. А во-вторых, есть еще и проблемы, связанные с тем, что у нас пока нет устойчивых таких агентств, которые студентам помогали бы устраиваться с проживанием где-то там, ну, лишь лежащих, ну, и даже не очень лишь лежащих районов. Потому что одно из общежитий у нас в Царицыно находится в пятиэтажке, которую мы получили во временное пользование. Брошенную пятиэтажку, уже подают, которая шла под снос. Мы уговорили тогда московские власти, нам отдали, мы ее отремонтировали. Они вот живут в Царицыно. Конечно, на дорогу они тратят страшно много времени. Хотя там само по себе место неплохое, тихое. И дворец, видимо, Царицевский, вот, во всяком случае, одной стороны дома. И, в общем, ребята-то ничего так, не особенно жалуются. И родители, которые бывают там, говорят, что они нормально, хорошо живут. Но далеко все-таки. Три часа тратят на дорогу или два с половиной часа. Это тоже проблема. Не есть хорошо. Скажите, какое количество выпускников выпускников в этом году, выпускников школ, абитуриентов вы готовы принять? Мы каждый год, под последний год, принимаем порядка 900 человек. Значит, из них 455 – это, так называемые, бюджетные студенты, то есть те, кто будет получать государственную стипендию и поступает бесплатно за обучение. И столько, примерно столько же, кто поступает на разные формы обучения, в том числе на вечернюю форму, и кто платит за свое обучение университету. Сколько МГИМО в этом году выпускает выпускников? Здесь выпуски двух же форм, в бакалавриате, в магистратуре, ну, приблизительно столько же. Кстати говоря, в нашей магистратуре учится очень много, четверть почти ребят, которые не являются выпускниками бакалавриата МГИМО. У нас много магистратур совместно с нашими крупнейшими корпорациями, промышленными корпорациями, поэтому у нас учатся ребята-вопускники и МВТУ, и МАТИ, и МАИ, и других вузов, и гуманитарных тоже, МГУ, Высшая школа экономики. А в этом году мы открываем новую магистратуру совместную с РЖД. И РЖД определило, но они заказчики, они платят за эту магистратуру. Значит, РЖД определило, что из 20 человек, которые мы примем, 12, это будут выпускники МИИТа, Институт инженеров транспорта, и остальные будут выпускники. Ну, где-то половина-половина. По-моему, так, 12 или 10, ну, половина-половина. И это очень здорово, я считаю, как раз вот та синергия знаний в области инженерных наук и гуманитарных наук. У нас также действует магистратура Росттехнологии, там много бауманцев, выпускников, ребят. И мы будем эту тоже линию продолжать, вот в этом году мы РЖД, в будущем году мы еще не будем пока говорить с тем, но тоже с очень крупной нашей известной компанией откроем совместную магистратуру и будем брать ребят, выпускников технических вузов. И, в принципе, это одно из предназначений таких столичных вузов, с тем, чтобы они не были сами по себе, знаете, сами, сами производим, сами потребляем по Жванецкому, а в магистратуру приглашали выпускников других вузов и готовили по самым разному направлению. Спасибо. Вы назвали цифру 170 человек было отчислено. Это было отчислено за год? За год, да. Это студенты разных курсов? Разных курсов. Какие основные причины? Настолько сложно учиться? Сложные. Главное, что в вузе, ну, все, кто заканчивал языковые вузы, знают, что проблема в том, что прогуливать в языковом вузе невозможно практически, поскольку группа уходит очень быстро вперед. Три-четыре занятия пропустил, особенно если это какой-нибудь китайский, японский, корейский язык. Ну, просто не догонишь потом. А не все готовы к такой системной работе, тем более, что, к сожалению, в последние годы дисциплина во многих университетах, дисциплина посещаемости, она не очень жесткая. В этом смысле она похожа на европейскую, но хотел бы напомнить, что, положим, в тех же немецких вузах зачисление проходит просто, но 80% отчисляют вскоре под зачисленное, поскольку ребят просто не в состоянии сдать сессию. Там иная совершенно система. В нашем случае мы не можем так делать, зачислять больше, потому что у нас же группы языковые, мы должны четко рассчитать, это и преподавательский состав, и аудиторный фонд. Но, к сожалению, многовато мы отчисляем иногда, особенно по редким языкам, группы к старшим курсам оказываются совсем маленькими. А затраты-то они меньше не становятся для вуза. 53 языка иностранных преподается. И, конечно, школы все эти созданы, жалко их, жалко эти школы губить, то есть закрывая языки. Положим, закрыли несколько языков, надеюсь, в этом смысле на ИСА поделились с ними. Последний год, поскольку мы должны были языки СНГ открыть, мы закрыли. Кмерский язык у нас сейчас не преподается, он берманский язык у нас не преподается. А потребность сейчас есть. В Бирме сейчас очень активно развиваются связи, например, туристические, вы знаете, что маршруты эти очень популярны у россиян. А людей, знающие берманские, ну, можно, конечно, с английским там справиться, но все-таки, если были люди с берманским языком, они сейчас очень востребованы. У нас язык это не преподается, потому что и так 53 языка, это, конечно, на вуз очень большая финансовая нагрузка. Спасибо. Ну и в продолжение темы приемной кампании. Софья Леонидовна, Тверская область спрашивает, как Вы оцениваете уровень подготовки нынешних абитуриентов? Вот у нас в прошлом году был самый высокий средний балл ЕГЭ для бюджетников, 92,8. Это то, что РИО Новости вместе с Высшей школой экономики посчитали, они рейтинг над параллелем. Так что это не наш просчет, а внешний аудит. Ну, я Вам должен сказать, что тоже от факультета в факультете ситуация разница у качества. В чем, мне кажется, есть известная проблема? В том, что ребята сдают ведь ЕГЭ по трем дисциплинам для того, чтобы поступить в ВУЗ, ну, наш в частности. Ну, иногда по четырем, там, где четыре, у нас три. И дополнительные испытания по языку в собственном ВУЗе. И такое впечатление, что они, готовясь к этим дисциплинам, они забрасывают все остальное. Особенно это очевидно на курсе основы естествознания. Ну, он вроде такой курс, который вызывает у студентов часто смешки и иронию. Если посмотреть в блогах их, то, так сказать, преподаватель, который ведет этот курс, известный, кстати, профессор и ученый, он тоже, так сказать, ну, не предметом, если не критики, то, во всяком случае, не пламенной любви. Так, я деликатно, хотя профессор прекрасный специалист. А почему? Потому что они, готовясь к этим ЕГЭ, они по существу забрасывают естественно научную дисциплину. А сегодня специалист, не знающих, хотя бы базовые вещи в этой области, он потом сталкивается с неразрешимыми трудностями. Я считаю, что, конечно, у нас, к сожалению, очень ослабло математическое образование. А я считаю, что математическое образование необходимо всем, независимо от того, идет он на гуманитарные специальности или нет. У нас даже была идея ввести ЕГЭ обязательно, ну, то есть учитывать, обязательно ЕГЭ и по математике при определении проходного балла. Ну, вот в этом году мы на это не пошли. Но это не значит, что мы от этого отказываемся целиком. Мы об этом размышляем. Тем более, что всякого рода модели, особенно при прогнозировании, предполагают, конечно, знания, ну, я имею в виду, математические модели, предполагают, конечно, знания математики, роботизационные центры, которые у нас существуют. Конечно, заметно, что стали намного лучше языком владеть иностранным. Это совершенно яд. Причем, отнюдь не только Москва, Петербург, там, или Самара, но и даже города достаточно отдаленные от таких больших центров. Приводование языка намного лучше стало. У нас много победителей олимпиад с российских по истории, по праву. Ну, по существу треть от всех победителей. Я имею в виду общероссийских, которые министерства образования проводят. Очень сильные ребята, ну, положим, истории, действительно, знают. Приказ те, кто на мой идет, на международные отношения, где это базовые дисциплины или юристы. Но часто не хватает, вот, я бы сказал, такой общей подготовки и общего кругозора. Хотя грех жаловаться. Я считаю, что это каждое поколение жалуется, что стали хуже студенты, абитуриенты. Но, судя по тому, как они выступают на международных соревнованиях, в частности юристы, на конкурсах международных, и Вене, и Вашингтоне, они выступают очень хорошо, занимают, ну, может быть, не первое место, а в десятку входят, среди там 200-300 вузов, которые принимают участие. Так что, есть ребята блестящие, есть ребята средненькие. Ну, как всегда это было, ничего здесь нового, в общем-то, нет. — Понятно. Ну, еще один вопрос, который касается вуза. Скажите, какие специальности в Вашем вузе, по Вашему мнению, будут пользоваться наибольшей популярностью у абитуриентов в этом году? — Я думаю, что будут пользоваться, конечно, традиционно, потому что трудно здесь сломать стереотипы. — Стереотипы? — Да, конечно, это юристы, экономисты. Ну, кстати говоря, очень многие идут на международные отношения, хотя далеко не все видят себя потом в качестве работников внешнеполитических ведомств. Здесь просто, так сказать, интерес к мировой политике, к международным отношениям. У нас очень новая интересная специальность. Экология открыта, причем такая специфическая экология. Речь ведет о том, чтобы подготовить экспертов по экологии для разного рода проектов, прошли бизнес-проектов. И я надеюсь, что и эта специальность вызывает интерес, хотя там ЕГЭ-география. А географию, как известно, у нас очень мало кто сдает ЕГЭ по географии. Но, тем не менее, я бы призвал ребят, кто интересуется этими вопросами, сдавать географию и приходить к нам на этот факультет. Он новый, динамичный и очень перспективный. Тем более, сейчас там все больше изучаются и проблемы не только экологии, но и проблемы устойчивого развития. А устойчивое развитие — это один из приоритетов ООН, да и национальных приоритетов многих стран. Тоже все, конечно, и наши страны. Спасибо большое. Ну, вопросы от наших коллег, как я обещала про политику, без нее мы никак, особенно в эти дни. Нина Бурмистрова и Тартас. Ваше мнение по поводу назначения на должность главы Миноборнауки Дмитрия Ливанова. Насколько важно, что ранее этот человек был ректором МИСИЗИС и непосредственно работал в системе высшего образования? В МИСИЗИС очень хороший университет. И всегда был, и когда я был студентом... И люди там, значит, хорошие. Да. И, конечно, то, что нынешний министр поработал ректором, это исключительно важно. То есть, он, во-первых, работал и в министерстве, да, он был начальником департамента, в министерстве, не помню, был ли он замминистра, но начальником департамента точно был. То есть, он имеет опыт и такой бюрократической работы, руководящей в министерстве. И, конечно, он прошел как ректор. Это очень важно, чтобы человек понимал, в общем, чем живет ВУЗ. Ведь одно дело со стороны, а другое дело, когда ты каждый день сталкиваешься с заботами, в том числе хозяйственными, которых, к сожалению, ректора очень много. Это здорово. И мне кажется, что это должно сыграть свою позитивную роль. Ну, а что касается остального, то все будет зависеть, конечно, от нового министра, от, так сказать, его энергии. И от того, как будет весь аппарат министерства работает. Там очень много интересных и весьма продвинутых людей. Я надеюсь, что, в общем, все пойдет на пользу образованию. Еще один вопрос от Нины Бурмистова и Тартас. Как Вы считаете, нужно ли сокращать число бюджетных мест в ВУЗах и каким образом нужно делать? Ну, это уже, судя по первым заявлениям, которые сделал новый министр. Вот мне, откровенно говоря, сходу, я знаю об этом заявлении, но достаточно трудно ответить на этот вопрос, потому что я не очень понимаю, о чем вообще идет речь. Речь идет в целом о сокращении или все-таки о сокращении бюджетных мест на каких-то определенных направлениях с тем, чтобы таким образом продвигать те направления, в которых сегодня нуждается экономика. И привлекать ребят туда, на бюджетные места. Потому что, если это так, то я это поддержал бы. И я считаю, что совершенно неправильно, что в наших технических ВУЗах, в хороших, очень технических ВУЗах, вместо того, чтобы менять профиль подготовки, подгоняя его по требованию сегодняшней экономики, начинают открывать международные отношения, право, экономику. Зачем? Поставлю задачу. Я понимаю, что ее реализовать непросто, но это легче реализовать, чем открывать вообще новые направления. Есть потребность специалистов вот такого профиля, вот такого профиля, такого профиля. Вести переговоры с ответствующими предприятиями, компаниями, отдельными бизнесменами и перенастраивать эту подготовку. Есть кадры прекрасные, которые десятилетиями уже на этом направлении работали. Ну, я знаю, что большинство все-таки не дает бюджетные места на эти специальности, но даже и договорные места я бы такие не открыл. Я не за то, чтобы была монополия какая-то, положим, ему на международные отношения. Но сегодня международные отношения уже в 50 или 60 ВУЗах преподается как специальность. Есть ли у вас требовательность такая? У меня есть на это что-то сомнения. Обеспечивается ли качество необходимое? Есть тоже сомнения. Ну, если это обеспечивается, вот в Нижнем Новгороде, например, там прекрасный факультет, или в Томске прекрасный факультет, и главное, работать на всю Сибирь, в Нижнем Новгороде работает, и на Москву, и на Волгу, так все, на Поволжье. Ну, я за то, но все-таки важно, чтобы это соответствовало и качеству, и потребность региона, и в целом экономики специалистов такого профиля. Так что пока мне просто посмотрим, когда будут какие-то разъяснения, пока мне даже трудно, откровенно говоря, реагировать на это и комментировать как-то. Спасибо. У моей коллеги есть вопрос. Пожалуйста, представьтесь. Без крования, РИА Новости. Анатолий Васильевич, вот хотелось бы ваше мнение получить об инициативе уже экс-министра Андрея Фуртенко по поводу введения единого экзамена для бакалавров по типу ЕГЭ. Как вы считаете, насколько рационален такой подход к оценке знаний бакалавриата? И если, может быть, в каких перспективах это можно было бы ввести уже в наших российских вузах? Спасибо. Вопрос в том, что, может быть, это было и неплохо, но технически, мне кажется, достаточно сложно реализовать. Это раз. Во-вторых, ведь выпускники бакалавриата проходят через защиту своих работ в Госкомиссии. В Госкомиссии, как правило, возглавляют эксперты со стороны. Ну, то есть даже, по-моему, в соответствии с законодательством так должно быть. Во всяком случае, у нас это так. Не свои преподаватели, а приглашенные возглавляют эти комиссии. Либо из министерств, из ведомств, из исследовательских институтов, из корпораций. Так что здесь уже есть соответствующий контроль сторонний за бакалавриатом. Я вообще слабо себе представляю, вот сдавать ЕГЭ по бакалавриату, во-первых, все-таки программы вузов становятся все более индивидуальны для студентов. И вообще специфические. Один вуз готовит так, другой вуз. Даже вот по международным отношениям. Нижний Новгород готовит по одному, а Санкт-Петербург по другому. У них разные интересы, разные задачи, которые они решают в рамках этой специальности международные отношения. А кто будет проверяющим-то? Кто будет принимать это ЕГЭ по бакалавриатуре? И что это будет за ЕГЭ? Это будет опять галочка в ответ на вопрос. Ну, это для ребят уже взрослых вообще, мне кажется, бессмысленно. Я не знаю, Андрей Александрович, знаю, конечно, хорошо и давно очень, и он прекрасный ученый. Но я просто не слышал его разъяснений на этот счет. Может быть, у него какие-то здесь есть уже конкретные предметные соображения. Я за то, чтобы качество проверять. Кстати говоря, вот у нас есть целая программа, я думаю, что и многие музыки сейчас будут вводить, если не ввели еще. И даже есть управление качеством подготовки. Есть программа контроля качества. И для этого как раз и международная аккредитация, которую мы проводим через ЗИУ, через европейское аккредитационное аккредитство. Вот где надо смотреть за тем, как готовятся специалисты. А в принципе уже, конечно, за выпуск отвечает ВУЗ. Если бакалавры плохие, их не берут на работу. И пишут жалобы в разные инстанции, что плохо люди подготовлены, организации, если они уже приняли их на работу. А те, кого не приняли, просто без работы по специальности. Ну, это тоже безобразие, конечно, когда ВУЗ, выпуская тысячи бакалавров, потом только единицы, находит работающих по специальности. Это, конечно, не может вызвать интуицию. Я понимаю, что в экономике у нас такая непростая ситуация сегодня. Далеко не все могут найти работу по специальности. Но для этого и надо ВУЗом меняться и придумывать что-то новое. Ну, откровенно говоря, мы ведь тоже, как говорится, 20 лет назад имели только три специальности, а сегодня я имею в 16. Ведь это же не от того, что мы, так сказать, хотели побольше специальности себе придумать, значит, дополнительная работа. А потому что мы понимали, что иначе просто, ну, кому может быть хвост с этими тремя специальностями. Особенно если принимать много людей. Ну, МИД сколько берет? МИД берет 50-60 человек в год специалистов по международным отношениям. А остальные министерства, которые раньше брали, там, МВТ брало тоже там 60-80 человек. Их нет. И столько и не работает теперь министерство. Поэтому, конечно, надо работать уже на рынок, имею в виду востребованность на рынке. Спасибо. Еще один вопрос. Представьтесь. Роберт Брайрашев, журнал «Столичное образование». Анатолий Васильевич, вот Вы сегодня говорили, что одно из проблем Вашего ВУЗа – это нехватка общежития. Но современные следствия коммуникации позволяют развивать дистанционное образование. Вот что касается Вашего ВУЗа, это невозможно из-за специфики ВУЗа? Или же на перспективе у Вас будет развиваться дистанционное образование? Это первый вопрос. Вначале ответим, потом второй. Ну, я Вам скажу, что специфика есть, конечно. Дистантно изучать язык иностранный довольно трудно. Именно язык, в данном случае, по языке я говорю. Но, тем не менее, мы сейчас ведем переговоры с рядом компанией о создании таких кабинетов, в том числе языковых кабинетов, когда преподаватель в режиме онлайн сможет вести занятия, ну, во всяком случае, с какой-то группой небольшой студентов дистантно. Но, к сожалению, Вы знаете, вот начали мы это дело проверять. Связь все-таки не до конца надежна, особенно с отдаленными какие-то работают, интернет, а потом раз, и начинает какая-то штука хружиться, хружиться, хружиться. И здесь есть еще вопросы. Но по мере совершенствования связи, я уверен, что это перспективная форма, и мы думаем о ней. Это одно из перспективных направлений, которое мы в своей программе, извините, стратегического развития, хотя я говорил, что не люблю это слово, но программа, тем не менее, есть. Мы определили, и мы будем это дело внедрять, тем более, что связь все больше и больше это позволяет. У нас сегодня нет отдельных таких больших программ интернет-образования, хотя через интернет. Хотя несколько программ мы уже реализовали, даже с выдачей дипломов о дополнительной профессиональной подготовке. Но с Вами совершенно согласен, я понимаю, что Вы это имели в виду, что это одна из самых перспективных форм, и, конечно, мы будем ее развивать. Спасибо еще. Учитывает ли Ваш ВУЗ при создании образовательных программ геополитический компонент? Ну, во-первых, все возрастающую роль Китая в мире и наших связей с Китаем, и, во-вторых, образовательные программы ориентированы на ближайшие зарубежья, бывшие республики СССР. Спасибо. Конечно. Ну, во-первых, я должен сказать, что важнейшим показателем является существенное увеличение числа лица, изучающих китайский язык у нас в университете, но выросло в два раза. И у нас теперь каждый год по меньшей мере 3-4 группы китайского языка. Мы активно работаем с школами, где приведут китайский язык, московскими, не только московскими, привлекая ребят к поступлению в наш университет. Кстати говоря, они потом хорошо очень учатся и хорошие результаты показывают, как правило. Это один показатель. Второй показатель – мы развиваем активно связи с китайскими университетами. Я говорил в этой совместной программе, над которой мы работаем. Но у нас помимо этой совместной программы договоры с пятью китайскими университетами. Практически нет ни одного студента-китаиста нашего, который не проучился бы какое-то время в Китае. В-третьих, мы понимаем, что сегодня китаисты нужны далеко не только в внешнеполитических организациях, но нужны и в бизнесе. Кстати говоря, бизнес зачастую перехватывает этих китаистов у МИДа. Хороших китаистов я имею в виду, поскольку здесь конкуренция идет тоже между бизнес-структурами и государственными структурами. Вы знаете, обязательного распределения нет. И такого рода конкуренция существует. Ну а в целом китайское образование, которое еще в недалеком прошлом, в значительной степени ориентировалось на подготовку наиболее продвинутых специалистов за рубежом, и прежде всего в США, где обучались сотни тысяч китайских студентов. Сегодня уже достигло такого уровня, что, ну, если не конкурировать, то, во всяком случае, выступать уверенно наравне со многими университетами. Может, я бы во многих университетах был китайский. И должен сказать, что с точки зрения оснащенности этих университетов, условия, которые создаются для, например, совы преподавателей, китайцы вызывают зависть у очень многих. Даже не о Пекине говорят, о том же Даляне. Мы положим у нас договор с Даляйским университетом иностранных языков, и я там несколько лет тому назад был. Роскошное оборудование, великолепные залы. То есть они занимаются образованием очень активно. И нам очень важно, в связи с тем, что у нас развивается стратегическое партнерство с Китаем, конечно, нашу работу на этом направлении продолжать. И не только специфическим ВУЗом, как мы, где китайский язык преподается, но и ВУЗом техническим, где, кстати говоря, тоже некоторых уже преподается китайский язык. Ну, китайцы, кстати, открывают англоязычные программы. Так что они тоже в этом смысле занимаются интернационализацией своей образованием. Несмотря на то, что это гигантская страна с огромными внутренними потребностями, вроде чего им-то. Они, помните, сначала отправили сотни тысяч. Да и сейчас продолжают сотни тысяч учиться за рубеж, учиться в Америке. Хотя понимали, что часть из них не вернется, что-то и было на самом деле. А сегодня создаются совместные программы с ведущими ВУЗами зарубежными у себя в Пекине, в Шанхае, в других больших китайских городах. Спасибо большое. Ну и завершая наше общение, мы вновь возвращаемся к теме нового состава Кабинета министров. Олег Ревенко, город Москва, спрашивает, как, по Вашему мнению, изменится политика Миноборнауки в связи с назначением нового министра и какими проблемами Вы бы предложили заняться новому министру в первую очередь? Ну, я не гадалку, мне трудно сказать, как изменится. Есть же все-таки определенная установленная политика в этой области. Я думаю, что, конечно, инновационный подход будет какой-то присутствовать. Пришел свежий человек, новый человек, он так или иначе должен себя проявить. И, думаю, мы будем свидетелями каких-то инициатив в ближайшем будущем. Образование наше должно развиваться, несомненно. Но это общие слова, я понимаю. Мне, откровенно говоря, трудно сказать. Я единственное, что... Но какими бы проблемами Вы бы порекомендовали бы заняться в первую очередь? Сейчас самое главное, это чтобы образование отвечало потребностям сегодняшней экономики. А экономика у нас все-таки рыночная, хотя мы часто спорим об этом, насколько она рыночная. Но она рыночная экономика. Потому что мы уже в глобальном рынке находимся. И, ну, посмотрите, любое более-менее нормальное предприятие, российское, оно так или иначе имеет партнера в зарубежных. Ну, это общий тренд, это во всем мире. Значит, надо сейчас вот с тем, чтобы все занялись тонкой настройкой, я к нам тоже это отношу абсолютно в полной мере, настройкой на то, чтобы готовить ребят к новой жизни. Это не значит, что мы должны вузы наши превратить в ремесные училища. Хотя ремесные училища очень нужны, кстати говоря. Я думаю, что вот это, кстати говоря, одна из задач ближайших нашего министерства, все-таки восстановить то, что было прекрасно в прошлом. Я имею в виду технические училища, профессионально-технические училища или то, что мы называли в детстве ремеслухой. Но у меня очень много друзей, в том числе дворовых. Я жил в Зиловском районе и родился на улице Велозаводская. И у нас три двора были. Очень многие ребята учились, мои соседи по дому в ремесных училищах. Прекрасными специалистами стали. А далеко не все стали начальниками какими-то. А были великолепными специалистами. Работали и с автомобилями. И даже классный слесарь же тоже сегодня. Такая профессия, которая востребована с ним. Вот приходит слесарь, намоченник. Вы спрашиваете, откуда он? Как правило, он приезжий. А почему? Они же зарабатывают хорошо. И уважаем. Мы же все носимся с ними, когда приходят. Собственно, проявляем уважение, потому что это действительно классные руки золотые, если приходят с золотыми руками. Хочется вообще на руках его носить. Значит, это одна из задач. Восстановить, побудить ребят молодых идти. Но почему все должны идти обязательно вузы? Средний класс американский, средний класс европейский, он формируется не только за счет выпускников университетов, а за счет специалистов. Я не против. Все желающие должны получить право получить высшее образование. Все. И надо, ну, конечно, кто по уровню соответствует этому. И надо все сделать для того, чтобы так было. Но я просто не в меньшей степени уважения отношусь, а иногда и в большей степени отношусь к людям труда, которые своими руками, многие таких знали и до сих пор знают, к счастью, которые своими руками просто чудеса умеют делать, и они вызывают глубочайшее уважение. Кстати говоря, при этом это очень образованные люди, читающие, интересующиеся и так далее. Но, может быть, мне так повезло. Может, не у всех такое есть. Но я еще раз повторяю, я жил в Зиловском районе, и у нас очень многие были именно мастерами своего дела, вот, как говорится, владели прекрасным делом каким-то, мастерством. Это одна из задач, мне кажется, нашего министерства образования, даже не министерства высшего образования, а министерства образования, и этими делами заняться. Ну, а высшая школа, она все равно самонастраивается уже на потребности сегодняшнего дня. Вы же видите, как она хочет, не хочет. Мы критикуем ее все время, но она меняется, и меняется, в общем, довольно неплохо. И вот в таком духе надо поддерживать тех, кто меняется и кто сегодня работает с нашим рынком, в хорошем смысле этого слова, с нашей рыночной экономикой. Спасибо, Анатолий Васильевич, за предоставленную возможность пообщаться, за то, что нашли время. Мы прощаемся с посетителями нашего сайта. В ближайшие часы на интернет-ресурсах РБК появится полная синаграмма, пресс-конференции и самые яркие видеоцитаты. Спасибо техническим службам пресс-центра, которые помогали нам все это время оставаться в прямом эфире. Я хочу, если можно, пожелать, поскольку уже вот ЕГЭ начнут ребята писать, пожелать ребятам нашим, выпускникам школы, хорошо сдать ЕГЭ, студентам пожелать сдать благополучную сессию, но родителям пожелать, чтобы они меньше волновались и больше радовались за своих детей. У детей все получится. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги. Хорошего вам продолжения дня и до новых встреч. Спасибо. Спасибо.